Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федериненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. На этой неделе в микрорайоне Дружба торжественно открыли депо 315 пожарной части. Его строительство стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Безопасность Подмосковья», в соответствии с которой, начиная с 2012 года, на территории региона было возведено 78 новых зданий. Алла Сталаева расскажет о том, как оборудовано и чем оснащено новое депо. Вот оно, новое современное депо 315 пожарной части городского округа Мытищи. Бело-красные цвета сразу говорят нам о том, что здесь базируются пожарные спасатели, люди, чью профессию можно смело назвать героической. Для 60 сотрудников этого депо теперь есть все необходимые условия для подготовки к экстренным ситуациям. Сегодня почетных гостей и участников торжественного открытия встречали с хлебом с солью. В боксе депо собрались сотрудники, представители администрации округа и управление Мособлпошспаса Московской области. По поручению главы хочу нас поздравить с таким важным событием на территории городского округа, с открытием пожарной части. Данная часть у нас уже по программе вторая, я думаю, что не последняя. Поэтому всем нам и вам в первую очередь слова благодарности и пожелать, чтобы чрезвычайных ситуаций было меньше, а вы только выполняли штатные и плановые работы. Новое депо ждали долго. Эта пожарная часть была создана в декабре 2005 года и с самого начала располагалась в арендованном здании на территории домостроительного комбината города Королёва. Теперь мытищинские спасатели имеют свой, можно сказать, второй дом. Благочисленных наших сотрудников хочу низко поклониться, не просто сухо поблагодарить протокольно, а низко поклониться администрации, значит, ПОСПАСу, что мы имеем еще персонально, что стало возможно, что мы сейчас в тепле, в июте и даже в красоте. После поздравительной части начальнику депо вручили символичный ключ от нового здания. Московская областная противопожарно-спасательная служба Кирпугову Игорю Ивановичу. После торжественного перерезания красной ленточки почетные гости осмотрели помещение части. Здесь созданы все условия для успешной службы пожарных. Просторный гараж для техники, учебный класс, комната для отдыха с кроватями, приема пищи, сушки одежды и даже спортивный зал, в котором у настоящих мужчин уже руки чешутся показать класс. Молодежь показывают. Генерал Дорин, чемпион МЧС по гиревому спорту. Бывший. Все помещения теплые, светлые, оборудованы в соответствии с современными требованиями. В районе выездопожарных находится микрорайон номер 31 Перловка, номер 32 Дружба, номер 34 Тайнинский городского округа Мытищи. Здесь проживает около 18 тысяч человек. В районе 315 пожарной части располагается огромное количество частных домов. Особенностью расположения является непосредственная близость лесопарка Лосиный остров, Ярославского шоссе, железнодорожной станции, торгово-развлекательных центров. С открытием нового пожарного депо в поселке Дружба городской округ Мытищи будет прикрыт подразделениями пожарной охраны более чем на 75%. Здесь находятся у них сегодня две пожарные автоцистерны, ну как вы видите, дополнительная техника – это квадроциклы, плюс спасательные автомобили. То есть выезжает не только пожарный расчет теперь, а еще и спасатели. На торжественном открытии депо настоятель Никольского храма отец Георгий вручил начальнику части икону «Неопалимая купина». Эта икона, дорогой Игорь Иванович, торжественно установлена, находится она, встречая всех, кто переступает порог этого красивого подразделения и помогает, и благословляет, и защищает вас, дорогой Игорь Иванович, всех, весь личный состав от беды на пасти. В программе праздника свои творческие номера исполнили коллективы городского округа «Мытищи», а завершилось торжественное открытие выступлением ребят из школы музыкального воспитания. От пожарной безопасности перейдем к коммунальным вопросам. 85 многоквартирных домов городского округа «Мытищи» включены в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта на 2017 год. Как изменился жилой фонд Пироговского, построенный в середине прошлого века, расскажет моя коллега Дарья Ильинская. Программа капитального ремонта набирает обороты. Если в прошлом году в городском округе было решено отремонтировать 62 многоквартирных дома, то план на этот год уже 85. Акты выполненных работ подписывает технический надзор, который следит за ходом капитального ремонта, сам подрядчик, собственники помещения и администрация. Мы подписываем последние случаи, если никаких нарушений или нарушений в области ремонта, или нарушений перед собственниками подрядчика не выявлено. Все ремонтные работы проводятся за счет собственников жилья. 8 рублей 65 копеек за квадратный метр. В этом году составляет минимальный ежемесячный размер взносов на капитальный ремонт. Жильцы выступили инициаторами внешнего преображения своих домов. Они же принимают активное участие в самом ремонте, выбирая цвет фасадов зданий и контролируя ход строительных работ. Теперь ждем, чтобы внутри подъезда сделали. Чтобы было красиво не только снаружи, но и снутри. Благоустройство подъезда в перечень работ капитального ремонта не входит. Но судя по активности жителей микрорайона Пироговский, в скором времени и подъезды им удастся обновить. А пока посмотрим, какие работы выполняются в домах на улице Советская. Домам 6А, 10 и 12, которые попали в региональную программу капитального ремонта 2017 года, уже больше полувека. И если своего уюта они не потеряли, то вот над внешним обликом зданий года хорошо потрудились. Здесь проводится комплексный ремонт по ремонту фасада, ремонт домовых инженерных систем, ремонт дверей, замена дверей. Значит, это программа 2017 года, выполняет эту программу фонд капитального ремонта, и он является заказчиком работы. Организация ООО «Эскайверест» довольно быстро и успешно справляется с поставленной задачей. И уже можно говорить о том, что ремонт в этих домах близится к завершению. Ремонт полностью на этом доме будет закончен в течение недели. День-два эта сторона будет уже окрашена. Ну и останется нам окрасить торец, он уже в настоящее время подготовлен, ошпаклеван, и ошпаклевать переднюю сторону. Но не всегда сотрудничество с подрядной организацией оказывается удачным, как в этом случае. И большой проблемой для органов местного самоуправления является решение вопросов, связанных с недобросовестно выполненными ремонтными работами прошлого года. В том году было большое количество обращений жителей по жалобам, связанных с залитиями квартиры при ремонте кровель. То есть порядка к ноябрю мы имели около 140 залитых квартир. С чем мы имеем сейчас как бы и проблемы, потому что объекты старого 2016 года, они закрыты из-за того, что подрядчик не рассчитался с собственниками там, где он повредил их имущество. То в 2017 году у нас эти обращения соединены к минимуму. Подрядчик справляется, решает вопрос в оперативном порядке. В настоящее время ремонтные работы фасадов и кровель ведутся в мытищах Фидоскино на улице Цветочное и Пирогово. Заменят 25 лифтов в 8 многоквартирных домах. На сайте фонда капитального ремонта Московской области вы можете узнать, какие дома включены в программу капитального ремонта. А на портале государственных и муниципальных услуг области узнать о проведенных работах в вашем доме, а также посмотреть, как проходил ремонт у других. Очень хочется надеяться, что благополучно завершится и история с ремонтом подъезда по адресу улица Шараповская, дом 6, корпус 1. Всем известно, дом начинается с подъезда. Именно поэтому многие жильцы настаивают, чтобы их подъезды попали в программу ремонта. Однако не всегда их ожидания оправдываются в полной мере. Наш корреспондент Сергей Берзин разбирался в вопросе затянувшегося ремонта, все плюсы и минусы такой работы. В следующем материале. Ремонт начали еще в сентябре и кажется все шло по плану, но в какой-то момент все остановилось. Это началось полтора месяца назад, это все нас замучило. После побелки день поработают, три, больше никого нету. Поднимаемся от этажа к этажу. Ремонтников не видно. Здесь постоянно работает какая-то бригада? Если бы есть, либо постоянная. Это так, да, в такой этаж, я не знаю. Все, две недели, вот это, так, на сумме на этом и стоит. Это скорее имитация работы. А вот неудобства самые настоящие. Почтовые ящики демонтированы, корреспонденция без присмотра. А ведь приходят заказные письма, платежные документы. Бери, не хочу. Почтовых ящиков нету. Кидают сюда. Женщины, как настоящие хозяйки своих домов, не могут согласиться с такой организацией ремонтных работ. Ведь это явно не по-хозяйски. 4-6 человек работали в бригаде две недели. У нас, ну, допустим, девятиэтажный дом, ну, месяц. Ну, это третий месяц у нас? Третий месяц. Мы отмываем вот эти вот эти вот... Третий месяц. Мы убираем мы сами. Начиная с входной группы, надо все капитально переделывать. С такого покатого крыльца при обледенении недалеко до беды. А ведь зима-то на пороге. И вообще, успеют ли закончить ремонт до Нового года? Праздник, как-никак. Эксплуатационный участок номер 4 расположен неподалеку, в соседнем доме. Офис находится в похожем подъезде. И тут все прекрасно осведомлены о положении дел на Шараповской. Но наш вопрос, что происходит в четвертом подъезде, застает врасплох. Там идет ремонт. Да не идет он? Ну, извините, вы меня сейчас... Я так не могу, не согласовано ничего. А вы как раз и отвечаете за этот участок, да? Да, мы работаем на этом участке. Вы кто? Вас как представите? Не надо мне никак представлять. На месте, где, как известно, видно все, никто ничего конкретно нам не объяснил. Отправляемся в головной офис МУП «Жилищное хозяйство». Там каждый подъезд на учете. А их должно быть отремонтировано только силами этой компании до конца года более двухсот. Таких объемов никогда не было. Не успевают и не справляются подрядные организации. А если начинают спешить, то быть браку. Есть претензии к качеству. Ну, мы исправляем. Жители у нас участвуют во всех... Ну, приемки во всех работах – это обязательно. И это как раз тот случай, когда жители высказали свое мнение буквально по пунктам. И среди них главное – сроки работ. Этот дом мы делаем своими силами. Где-то дней 10 нам осталось. Мы закончим конкретно этот четвертый подъезд. Ну, остальные подъезды где-то две недели. Мы полностью закончим. В середине декабря? Нет, 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 нет. К началу декабря. К началу декабря все четыре подъезда будут готовы. Да, да, будут закончены. Готовы, да? Да, предъявлены жителями. По завершению работ в компании пообещали провести настоящую фотосессию. Своеобразный отчет. Его очень ждут жители дома номер 6, корпус 1. Для них это почти предновогодний подарок. Еще один важный элемент комфортной среды в подъезде – это надежный лифт. В программе капитального ремонта многоквартирных домов замена подъемников – важнейший этап. Новые лифты оборудуются зеркалами, световой индикацией и голосовым оповещением. А главное – они движутся плавно и бесшумно. В этом убедился и наш корреспондент. Уж что-что, а лифт никак не роскошь, а средство быстрого и надежного передвижения. А для тех, у кого этажи зашкаливают за десятки, так просто жизненная необходимость. Увы, не все это понимают. Одна из причин преждевременного износа и выхода из строя лифта – низкое качество эксплуатации. А проще говоря, вандальные выходки самих жильцов или гостей дома. Через 25 лет лифт подлежит замене. Продление срока эксплуатации на год-два возможно по решению компетентной комиссии. Но в конечном итоге лифт все равно подлежит замене по условиям безопасности. Такая картина в наших дворах – хороший сигнал. Ведутся работы на долгосрочную перспективу. И значит, главное требование – качество монтажа. Сами лифты готовы к долгой эксплуатации. А вот монтажные работы меняют жизнь всего подъезда. Надолго ли? Лифт на 9 остановок. Нормативный срок замены приблизительно 45 дней. Но понимая то, что в 9 этажках, как правило, находится один лифт в подъезде, и жильцам приходится испытывать сильное неудобство от того, что особенно те, которые живут там на верхних этажах, мы стараемся этот срок сократить, я думаю, ну чуть больше месяца, и лифты будут заменены. Сейчас ведутся работы по установке 25 новых лифтов. До конца года планируется прием в эксплуатацию первых из них. Далее расскажем о творческих успехах нашей молодежи. Первый отчетный концерт детских коллективов состоялся в Центре культуры и досуга Марфина. Это учреждение культуры открыли осенью 2016-го, и всего за год руководству и воспитанникам удалось достичь высоких результатов, которыми они с удовольствием поделились с жителями поселка. Слово Али Сталаевой. Центр культуры Марфина стал местом проведения яркого и долгожданного события – праздничного концерта под названием «Наш путь к успеху». Суперсовременный центр в этом году отметил лишь годовщину, но его творческие коллективы уже успели доказать, что способны прославить городской округ Мытища, побеждая на конкурсах российского и международного уровней. Честовать за творческие успехи – разве это не отличный повод собраться? Конечно, да. Сейчас в Центре культуры и досуга Марфина работает 27 клубных формирований. Лучшие коллективы собрались за кулисами, чтобы продемонстрировать свои таланты взыскательному зрителю. И каждый хочет как можно больше рассказать о своих достижениях. Недавно мы ездили в Подольск на фестиваль на апельсиновое дерево. И заняли там диплом третьей степени. Наш коллектив называется «Совечора». Мы будем петь военную песню. Называется «Бурка». Сначала выступит старший с песней «Бамбар», а потом наш, а потом будет торжественное награждение. У меня такой восторг, когда ты так выходишь, как будто впервые на сцене. В первый раз на сцене. Мы с моим коллективом «Совечора», хор русской песни «Совечора» ездили на конкурс «Живая история» и стали лауреатами. Радостно и немного волнительно сегодня за кулисами. Ребята готовятся к своим выступлениям, а рядом с ними всегда их наставники. И по словам директора Центра культуры Марфина, именно коллектив единомышленников, вдохновленных педагогов, помогает ребятам добиваться успехов на различных конкурсах. У нас действительно собралась настоящая команда креативщиков. И действительно мы хотели показать Центр культуры в современном новом свете и отойти от каких-то тривиальных взглядов на культуру. Поэтому мы стараемся каждое мероприятие обдумывать. У нас всегда есть такие мероприятия, как мозговой штурм. Такие секреты открою. Мы всегда собираемся и идеи, можно сказать, фонтаном у наших коллег идут. И поэтому получаются такие интересные мероприятия, на которые, конечно, обращает внимание даже Московская область. И наши учреждения считают одним из лучших Московской области, что тоже для нас очень приятно. В современном центре сейчас занимается более 500 детей. Не только жителей Марфина, но еще 47 населенных пунктов. Каждый год у нас появляются новые таланты, которые проявляют себя. Возраст кто-то взрослеет, кто-то приходит новый. Поэтому здесь развитие наших детей с каждым годом увеличивается. На сцене выступили лучшие творческие коллективы Центра. Они показали те номера, которые были высоко оценены на различных конкурсах. Своими победами и успехами марфинцы очень гордятся. Так танцевальная студия «Драйв» завоевала гран-при на международном конкурсе «Мистерия танца», а также победила в номинации «Лучшая балетмейстерская работа». В программе праздничного концерта это выступление победителей конкурсов, а также торжественная церемония награждения. Оригинальные постановки, удивительные костюмы, талантливые ребята. Все успехи, которые достигнуты всего лишь за год, уверенно обнадеживают. Впереди у них еще много побед. А значит, они продолжат прославлять городской округ «Мэтищи» на российских и международных площадках. Популярных молодежных мероприятий в «Мэтищах» проходит много и на разных площадках. Ежегодный чемпионат по брейк-дансу среди детей и юниоров «Встаньте, дети, встаньте в круг», который проходит с большим успехом, в третий раз собрал во Дворце молодежи не менее 700 конкурсантов. Чемпионат открытый. В нем принимают участие танцоры из многих городов страны. Почетным гостем этого года стал один из самых титулованных мастеров стиля Виктор Монталва из американского города Орландо. На его счету более 10 побед в мировых первенствах. Уже с первых шагов во Дворце молодежи чувствуется самый настоящий ажиотаж как среди участников чемпионата, так и среди их родителей. Ведь чемпионат во многом ориентирован на детей. Основные возрастные номинации это малыши, детвора, подростки, девчата. И только уже венчают чемпионат юноши и мастера. Но пока безраздельно здесь царит детвора и малыши. От 4 до 6 лет и чуть постарше. Встаньте дети, встаньте в круг называется чемпионат по брейк-дансу. Но дети не очень спешат в круг, а показывают такие головокружительные элементы, что у самого голова кругом идет. Молодежный центр «Звездный» и студия «Биоселф» организаторы чемпионата совместно с управлением по работе с молодежью городского округа Матищи отмечают взрывной интерес к брейк-дансу и уже с самого раннего возраста. Посмотрите, как самозабвенно готовы заниматься эти дошкалята таким сложным и небезопасным делом. Мамы говорят, что дети заметно прибавляют в развитии, особенно физическом, становятся более общительными и уверенными в себе. А что касается эстетики и, собственно, хореографии, то это уже дело вкуса. Особенно если выполнять вот такой элемент. Вот этот элемент, когда надо стоять на голове, это, наверное, самый главный, да? Нет, самым главным является это чувствовать рит музыку танца. Второе – это танец сверху. Называется топ-рок. Четкость, музыкальность и что была своя харизма. И самое главное – это быть оригинальным. Искусство всегда так или иначе отражает нашу жизнь. Если оно становится более динамичной, агрессивной и даже опасной, то вот вам ее отражение в рискованном и наступательном стиле танца. Может быть, из-за этого сюда так стремится молодежь. Но с этим не согласен легендарный бибой Виктор из Орландо. Когда-то, говорит он, брейк-данс уберег его от уличного криминала. Танец позволяет выразить себя в творчестве, а не растрачиваться в подростковых драках и воровстве. В этом смысле брейк-данс не зависит от влияния улицы. Кстати, в России брейк-данс очень отличается от американского. Он совсем другой. Свои особенности диктуются местными традициями и культурой. А главное, брейк-данс в России быстро развивается. Еще бы, если с таким азартом, не жалея себя, осваивать премудрости необычного заморского танца, красота и сложность которого все-таки зависит от головы и умения импровизировать и фантазировать. Танцами в мытищах занимается не только молодежь. С успехом этот вид искусства поддерживает и старшее поколение. Более того, на этой неделе мы принимали участников областного конкурса в ритме танца, в котором приняли участие 27 пар из 23 муниципалитетов Подмосковья. Смотр состоялся на базе спортивного комплекса «Строитель». Слово Дарьи Ильинской. Через несколько минут коллектив бального танца «Камелия» Центра Леонидовка сменят те, кто не в силах сдержать своего волнения, а главное – удержаться от желания кружиться в танце при первых звуках музыки. Сегодня к нам в городской округ Матищи приехали 27 пар из 23 муниципальных образований. Все прекрасные, очаровательные граждане серебряного возраста. Областной конкурс бального танца для людей элегантного возраста проходит в пятый раз. Участники представляют европейские танцы и латиноамериканскую программу. Наши пожилые люди очень активны. Хочется пожелать им, особенно участникам сегодняшнего нашего конкурса, конечно же, победы. Они уже победили свой возраст. Поэтому им главное – здоровье, здоровье и, конечно же, быть счастливыми вот в таких вот мероприятиях. Здесь никого не смутит вопрос о возрасте. Наоборот, на этом конкурсе года – предмет гордости. Дамы после 20, как скажут англичане, и кавалеры, самому старшему из которых в декабре исполнится 87. Мытище представили Валентина Кулюкина и Андрей Мелик-Аганезов. Несмотря на то, что они недавно встали в пару, на паркете чувствуют себя очень уверенно. Их детская мечта о бальных танцах смогла воплотиться в жизнь спустя годы. Вы знаете, наверное, с детства, да, но воплотилась она в более взрослом возрасте. Может быть, не было возможности, может быть, не было рядом какой-то группы танцевальной. А вот в 48 я пошла заниматься бальными танцами. Дети Валентина увлечения танцами поддержали и купили ей наряды, чтобы и на паркете мама себя чувствовала неотразимой. А когда в культурно-информационный центр Леонидовка пришел заниматься танцами Андрей, стало очевидно, что их танцевальный дуэт будет успешным. Для меня танец – это магия. Это жизнь – это магия. Действительно так. Это совершенно другое измерение иногда, если правильно танцевать. Это, вы знаете, я совершенно в другом измерении оказываюсь. Так оно и есть. Их квик-степ суди оценили по достоинству и пару признали лидерами в этой программе. А по итогам финальных оценок мытищинские танцоры заняли второе место. Абсолютный кубок завоевала пара из Раменского Людмила Белова и Владимир Дубинин. Третьими признан бальный дуэт из Истры. Однако всех без исключения участников пятого областного конкурса бального танца признали победителями своего возраста, обладателями долголетия и жизнелюбия. И еще об одном важном социальном проекте. Ежегодный фестиваль-конкурс по восточным народным и этническим танцам на кубок арены Мытищи состоялся на базе Ледового дворца. В этом году в состязаниях приняли участие коллективы из многих городов Подмосковья. В числе конкурсантов творческие объединения детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, в номинации «Здоровье» подопечные Мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» получили кубок за первое место. В третий раз арена Мытищи стала местом проведения фестиваля-конкурса по восточным народным и этническим танцам. В этом году организаторы фестиваля отметили рост числа коллективов, представленных в номинации «Здоровье». В целом и масштаб мероприятия значительно вырос. Организаторами конкурса выступили школы танцев «Акварель-дэнс» и «Корегласка». Гостей более 1200 человек, а представленных номеров более 400. Среди такого числа номеров 70 – это выступления творческих студий детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадок для выступлений в Подмосковье для таких людей вовсе немного. И мы являемся одной из таких площадок, и нам очень-очень радостно, что и родители, и воспитатели, потому что не все дети имеют родителей, активно проявляют активность и участвуют в данном мероприятии. В выступлении таких конкурсантов не может остаться без внимания. Их сила духа, воля к победе, упорство в достижении цели помогают выйти на большую сцену и, несмотря ни на что, продемонстрировать зрителям свои таланты посредством искусства, рассказать о своих победах над собственным недугом. Студия «Танцующий дом» подарила гостям это удивительное выступление. Коллектив работает 12 лет. Воспитанники студии – дети с особенностями развития, синдромом Дауна и аутизмом. С 2005 года мы работали в разных направлениях, но в основном это эстрадный танец и постановка таких зрелищных концертных программ. В нашем номере мы пытаемся всегда рассказать какую-то историю, либо детскую, либо берем какую-то философскую тему. Если детки, то, например, сегодня мы представили танец с пчелками. Такая история, которая понятна деткам, она интересная, весела, задорная. А с ребятами, со старшей группой мы берем более сложные темы, там добра и зла, сложные судьбы. Каждому ребенку в таком коллективе нужно найти свой особенный подход. Ребят, занимающихся в «Танцующем доме», более 120 человек. Я раньше занималась вместе с сестрой, а потом я отказалась заниматься, но продолжала другими танцами. Мы вместе, пчелки, колыбельная. Я танцевал танец под зонтом. Мне нравится танцевать, потому что я это обожаю. Вот такие искренние и добрые участники фестиваля. Многообразие представленных танцевальных направлений поразило строгих судей. Индийские, татарские, цыганские и египетские мотивы нашли отражение и в движениях, и в костюмах участников. Восточные танцы – это в первую очередь пластика, это развитие своего тела, взаимодействие с каждой мышцей своего тела. Ты можешь прочувствовать себя полностью от и до и вытащить до нутро, которое у тебя есть внутри. Показать себя такой, какая ты есть на самом деле на сцене, раскрыться перед зрителем. Также это развивает женскую черту, вот эту харизму. Очень хорошо, когда приводят маленьких деток, то есть им женственность дается прям сразу, еще в зачатке, когда они маленькие, потом им по жизни будет проще. Болельщики были активны, как никогда. И, конечно, многие из них болели за коллективы городского округа «Мытища». Мы очень гордимся нашими детьми, которые с удовольствием принимают участие в этих мероприятиях не первый год уже, и мы благодарны организаторам, потому что это возможность для наших детей проявить себя и показать свое творчество. Мне, конечно, понравились наши дети. Самые красивые, самые талантливые. Вот мы второй раз уже тоже выступаем, и дети ждут уже, прямо вот уже ждут этого праздника. Ну и, конечно, им тоже очень нравится. И мы готовимся, костюмы продумываем. То есть такая у нас серьезная подготовка. После концертной конкурсной программы настало время торжественного награждения участников. Ко всем присутствующим с приветственным словом обратились Александр Семыкин, директор Ледового дворца арены «Мытища», и Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов городского округа «Мытища». Мы рады в очередной раз видеть вас в наших стенах, на наших танцевальных площадках. Хочу поблагодарить всех за то, что приняли участие в этих наших состязаниях. Такая тяга, такая воля к выступлению, к победе, это просто прекрасно. А вам, дорогие наши зрители, а это же наши родители, папы, мамы, бабушки, спасибо вам за ваше стремление подарить детям вот этот праздник, что они выступают. По итогам фестиваля более 20 призовых мест присудили коллективам городского округа «Мытища». Также много наград забрали творческие студии из Долгопрудного, Пушкина и Москвы. Ваши выступления были просто невероятными, настолько яркими, что они остались в сердце у каждого. Спасибо вам большое. Абсолютным чемпионом стал коллектив «Багирам» поселок Октябрьский. А самое главное, что каждый участник приобрел, выступая на этом фестивале, это веру в себя и в свои таланты. Множество спортивных мероприятий состоялось на минувшей неделе, в том числе благотворительной направленности. В Мытищинском лесопарке состоялся первый забег «Несахар», организатором которого выступила общественная палата городского округа Мытища. Забег на символическую дистанцию 4,2 км, а также возможность оказать помощь детям, страдающим сахарным диабетом, привлекли немало известных спортсменов и любителей активного образа жизни. Присоединился к участникам и наш корреспондент Сергей Берзин. Когда в промозглый лес приходят сотни людей, и несмотря на распутицу и размытые тропинки, готовы посвятить выходной день благотворительному забегу, значит, сама идея им близка. И пришли они сюда не напрасно. Как вам сама идея вот этого марафона? Мы поддерживаем, мы постоянно участвуем, поэтому готовы каждый год. Сюда приходят, чтобы одержать победу над собой, выдержать дистанцию. А вот главный приз – деньги, собранные с каждого участника, передать детям. Фонд «Благотворительный исток надежды», который помогает в первую очередь детям с заболеванием сахарного диабета, эндокринной системы. У нас сейчас мутищенских детей больше 15 человек уже находится. Каждому ребенку в среднем от 10 до 20 тысяч ежемесячно требуется получать дополнительных медикаментозных вещей, чтобы поддерживать именно жизнь. Работает специальный фонд, который взял под опеку всех этих детей. Фонд вместе с Общественной палатой городского округа Матищи поддержал идею благотворительного марафона. В данном случае вся Общественная палата выступила как единая команда. На самом деле здесь представители разных комиссий, все являются членами Общественной палаты. Более того, это активные члены Общественной палаты, которые именно инициировали вот такой забег. Новые проекты в новом составе Общественной палаты предлагаются в расчете на массовость и объединение усилий многих общественных организаций. У нас партнеров огромное количество, которые к нам помогают, которые неравнодушны. Это видно на площадке. Новый формат. Мы действительно задействовали сюда город и близлежащие районы. И все приехали к нам сегодня бежать. Больше ста человек. Регистрации не хватало. Люди хотят участвовать. Поэтому будем делать это регулярно. И всем удачного старта. И замечательного финиша. С хорошими результатами. Для того, чтобы хорошо пробежать, обязательно нужно хорошо размяться. Разминку проводят инструкторы школы правильного бега. Хотя здесь немало уже искушенных бегунов. Но научный подход не помешает никому. Кредо современного молодого человека. Здоровый образ жизни. Это значит отказ от курения алкоголя. 10 километров минимум каждый день. Или бегом, или пешком. И, конечно, вот такие марафоны, как праздники. Кто-кто знает, что такое вкус побед на самом высоком уровне, так это Наталья Назарова. Восьмикратная чемпионка мира по бегу на 400 метров. Призер Олимпийских игр. Сейчас она тоже готовит спортсменов-марафонцев. Но на любительском уровне. Бег действительно объединяет людей для добрых дел. Особенно там, где побеждает благородная идея. А в 27-й школе состоялся благотворительный кубок Мытищинского школьного парламента по волейболу. Цель мероприятия – собрать денежные средства на реабилитацию Василия Сметанина, который попал в аварию почти три года назад. Ну и, конечно же, объединить школьников. Почему мытищинская молодежь помогает Василию, расскажет Дарья Ильинская. Эти школьники не просто пришли сыграть в волейбол, побороться за кубок и пообщаться со сверстниками. Ведь, как известно, любовь к спорту объединяет. За последние почти три года их объединила еще и чужая беда. Студент и третьекурсник областного университета Василия Сметанина три года назад сбила машина. Он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Больше месяца находился в коме. Но произошло чудо. Молодой человек выжил. Все это время семью Сметаниных поддерживали друзья Василия, студенты МГОУ и мытищинские школьники. Ведь в свое время жизнерадостный и активный парень тоже был членом школьного парламента. Поэтому неудивительно, что и нынешние юные активисты не остались в стороне. Наш волейбол является не только выявляет лучших, кто в плане соревнований. Это не просто турнир, он является благотворительным. Деньги переводятся семье Василия Сметанина, который попал в аварию три года назад. Непосредственно сами деньги мы передаем уже отцу Василия на нашем совмещании. Николай Сметанин регулярно в соцсетях выкладывает фото и видеоотчеты побед Василия во время реабилитации. Рассказывает о состоянии своего сына всем, кому не безразлична судьба молодого человека. За последние две недели с нами произошло в смысле двигательной активности, восстановление функций руки, ноги и даже когнитивных функций. То есть имеется в виду речь и мышление и все остальное. Произошло то, что не происходило, наверное, два года. Извините за такую личнораздельность небольшую, потому что хочется сказать все сразу. В общем, спасибо и спасибо, и без вас мы никуда. Благотворительный турнир по волейболу в 27-й школе собрал команды из 18 учебных учреждений округа. В прошлом году их было еще 15. Директора школы и педагоги считают своим долгом участвовать в этом турнире. Василия я очень хорошо знаю, и, конечно, для нас была трагедия, когда мы узнали, что с ним произошло. И я его знаю лично, мы с ним работали также в районном школьном парламенте в свое время. Светлый человек, и, конечно, мы желаем ему скорейшего выздоровления. В начале состязаний капитаны команд передали все собранные денежные средства в фонд лечения Василия. По регламенту в команде участвуют три школьника и три учителя. И разобраться, кто из них кто, не всегда возможно. Азарт и желание победить делает всех равными и вне возраста. Волейбол – это та игра, которая нам пригодится до самых преклонных лет. Тот, кто научился играть в волейбол, тот обеспечил свою старость в плане физкультуры. По итогам Кубка Матичинского школьного парламента призовые места распределились следующим образом. Третье место заняла 29-я школа. Отличную профессиональную игру показала первая гимназия. А главный приз получила 28-я школа. И, как вы уже могли догадаться, проигравших в турнире не было. Тем более, что для этих школьников было важнее участие. Спасая одного сегодня, они не смогут быть равнодушными в будущем. Благодаря им у Василия есть все шансы забить свои голы и добиться своих успехов. Ведь в 21 год жизнь только начинается. И в завершении выпуска расскажем о набирающем популярность у людей разного возраста в виде спорта. Добровольный физкультурный союз по инициативе многократной чемпионки Европы и мира, призера Олимпийских игр, а также депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой, организовал открытый урок по скандинавской ходьбе. Также участники могли проверить свое здоровье в специальном мобильном центре. Мероприятие состоялось в московском парке «Красная пресня». В его организации были задействованы и мытищенцы. Впервые проект «Школа скандинавской ходьбы для людей с диабетом» начал свою работу в Московской области. Желающих попасть на обучение становится все больше. И теперь «Школа скандинавской ходьбы» начнут открываться и в Москве. Первая заработает в 2018 году и будет располагаться здесь же, в парке «Красная пресня». В преддверии этого события для всех желающих поближе познакомиться с этим видом спорта был организован открытый урок. Более того, гости могли сразу же записаться на занятия в новую школу. Инициатор создания таких спортивных секций для больных диабетом Ирина Слуцкая подчеркивает, участники проекта видят результат и ощущают реальные положительные изменения состояния своего здоровья. Я хочу сказать, что этот вид физической активности, он действительно очень хороший, он полезный. У нас потрясающие результаты после первых школ, которые совсем недавно закончили свое обучение. И я хочу вас призвать вести правильный, здоровый образ жизни. Не забрасывать вот эту физическую активность, продолжать заниматься. На спортивный праздник пришли как отличники скандинавской ходьбы, так и новички. Для тех, кто первый раз держал в руках палки, провели инструктаж по их настройке, а также познакомились с теорией этого увлекательного вида физической активности. После вводного курса – разогревающая зарядка. Подтянули брюшной пресс, собрали лопатки, опустили плечи, на голове как будто стакан с водой стоим ровный и красивый, длинная красивая шея. Кроме того, до начала тренировки гости парка могли проверить свое здоровье в мобильной диагностической лаборатории. В знакомом мытищинцам автомобиле принимали специалисты Центра здоровья 2-й городской поликлиники. Все желающие узнали свое давление и уровень сахара. Медики давали консультации и отвечали на любые вопросы начинающих спортсменов. Мы сегодня изучаем уровень сахара в крови до скандинавской ходьбы, то есть до физической нагрузки. И вот сейчас подтягивается население, будем изучать уровень сахара после физической нагрузки. Что еще сюда входит? Обследование артериального давления и исследование пульса, частоты сердечных сокращений до нагрузки и после нагрузки. И вот участники открытого урока начинают свое праздничное шествие по аллеям парка. Прогулка проходит в сопровождении сертифицированных инструкторов, которые могут оказать первую помощь. Хорошее настроение обеспечивает динамичная музыка и диабетическая полевая кухня, а новичков подбадривают поучительные рассказы более опытных спортсменов. У меня стоит диагноз сахарный диабет второго типа. Но я на страх и риск прошла все обследования и решила прийти и заниматься. С первого раза, конечно, все болело, весь организм. В данный момент у меня нормализовалось давление, пришло в норму, понизился сахар. И теперь я каждый раз с радостью и с удовольствием иду на наши занятия. Организаторы уверены, удобная зона отдыха, парк «Красная Пресня» совсем скоро станет еще и местом оздоровления, куда будут приходить не только люди с диагнозом сахарный диабет, но и все желающие. Ведь занятия скандинавской ходьбой – это полезный способ провести время активно и весело, а главное – в приятной компании единомышленников. Парня в городе не рискни, не бросай одного его, пусть он связнет с тобой, а кто и не добавил такой. Таковы были главные события уходящих семи дней. Увидимся через неделю. Команда «Первого Матищинского» работает для вас. Команда «Первого Матищинского»